Чуть ли не целый год опытные специалисты энергетики провели на крышах муниципальных зданий. И это не случайно зеленая столица, решила на деле доказать, что экономия энергии – это не только лозунг, но и реальные действия. Для этого были исследованы крыши 56 муниципальных зданий, и 28 из них начнут новую энергетическую жизнь. О чем мы и поговорим с нашим гостем в студии, вице-мэром столицы Титом Тереком. Добрый вечер. Добрый вечер. Тит, ну почему же такой зеленый поворот? Действительно ли нам нужно подтвердить звание зеленой столицы, еще и зеленой энергии? Ну да, это можно сказать, что одна причина – то, что Таллинн – зеленая столица. Но второй вопрос в деньгах, например. Если мы поставим солнечные панели на наши здания, это, конечно, и можно сказать, что сэкономим деньги от электроэнергии. И мы можем сказать, что уже, например, в один год мы сэкономим только от сети электроэнергии где-то 70 тысяч евро. Плюс еще стоимость электроэнергии. Как прошли конкурсы? Что-то уже, может быть, действует? Где-то уже, возможно, установлены панели? Да. У нас было уже два конкурса, и еще третьего, думаем, делаем осенью. Ну, у нас две конкурсы сделаны, по 10 и 10 объектов выбрали. Можно сказать, что здания школ, садиков, например, на библиотеках в Мяннику, в Паскула, точнее, и соцдом в Мяннику. Они уже работают, и можно сказать, что посмотрим, исследуем, и я думаю, что можем сделать и вести какие-то итоги, как идти дальше с этим проектом. Впереди амбициозные планы, например, парк в Лас-Наме, это Тондираба. Да, конечно, Тондираба очень большое здание, там потребление энергии очень большое, и я думаю, что то, что мы можем с этим сэкономить, конечно, важен для этого здания, и, конечно, как мы и сказали, зеленая столица. Зачастую муниципалитеты привлекают и частный сектор. Что касается этого проекта? В этом проекте мы сейчас сделаем это только с городскими объектами, работают над этим наши коллеги от департамента городского имущества. Ну, у нас и есть план сделать в будущем товарищество на солнечную энергию, и там уже, я думаю, могут участвоваться горожане Таллина. Солнечные панели – это прекрасно, но зачастую у них есть такой остаток энергии. Я так понимаю, что пока мы об этом не говорим, но в дальнейшем, возможно, весь Таллин будет частично покрываться за счет солнечной энергии. Да, ну, план амбициозный. Но сейчас мы, да, не аккумулируем эту энергию. Эти проекты уже стоят гораздо лучше. Мы должны вложить более денег, чтобы разные аппараты купить и сделать разные проекты. Но сейчас мы то, что получаем от солнца, то мы все и сразу потребляем. И перед этим, когда мы начали проект, мы сравнивали разные данные с прошлый год, когда были такие погоды, когда мы сможем получить солнечную энергию. И сравнивали с этими данными, где и когда мы потребляем эту энергию. И это не то, что политики сказали, что вот мы зеленая столица, мы должны с этим проектом идти дальше. Но здесь профессионалы сказали, что в этом есть смысл. Когда можно будет подводить первые итоги? Я думаю, что где-то через годик, может быть, тогда мы можем сказать, сколько мы сэкономили деньги, как этот проект работает. И тогда уже можно делать новый шаг и, может быть, пользоваться такими средствами, где можно и аккумулировать электроэнергию. В общем, настоящий зеленый поворот. Ну, движим, движим в сторону этого, да. Спасибо вам большое. Спасибо.